Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. И на этот раз новость будет связана с отменой транспортного налога. Именно данному вопросу посвящен законопроект, реквизит которого вы видите. Данный законопроект был подготовлен депутатами Государственной Думы от «Справедливой России». Вообще, следует заметить, что такого рода законопроекты являются традиционными, поскольку ежегодно в Государственную Думу хотя бы один законопроект об отмене транспортного налога поступает. А бывают случаи, когда и в год поступает по несколько законопроектов об отмене транспортного налога. В общем, например, в 2018 году такого рода законопроект также поступал. Настоящим законопроектам предлагается отменить главу 28 Налогового кодекса, то есть главу, которая регулирует транспортный налог. В обосновании данного предложения депутаты указывают на то, что, во-первых, наблюдается низкая собираемость налога и собирается не больше 50% начисленных сумм транспортного налога. Во-вторых, отмечается, что общество ожидает достаточно серьезно, скажем так, отмена транспортного налога. И с этим тезисом действительно можно согласиться, и в качестве иллюстрации я бы мог привести собственный канал. А именно то, что одним из наиболее популярных видео на моем канале является видео, которое связано именно с отменой транспортного налога. Кроме того, депутаты отмечают, что отмена транспортного налога и включение, точнее компенсация этой отмены за счет увеличения акцизов позволит реализовать принцип того, что платить должен лишь тот, кто ездит. В данном случае реализуется, по сути дела, скажем, принцип справедливости и обоснованности налогообложения. Вообще традиционно на такого рода законопроекты поступают отрицательные заключения правительства. И, в общем, настоящий законопроект не стал исключением. Правительство действительно подготовило отрицательное заключение, в котором указывается, во-первых, то, что транспортный налог является источником доходов для бюджетов субъектов. Кроме того, является источником для пополнения дорожных фондов. Ну и, наконец, отмечается, что в случае отмены транспортного налога придется резко повысить акцизы. А это, в свою очередь, приведет к росту цен на большинство товаров. Вообще следует заметить, что действительно отмена транспортного налога не является легким делом, как могло бы показаться. Дело в том, что государство, допустив одновременное существование транспортного налога и акцизов, ну, фактически загнало себя в ловушку. Дело в том, что в рамках транспортного налога предусмотрено достаточно много льгот. Соответственно, если отменяется транспортный налог, и эта отмена, она компенсируется за счет увеличения акцизов, то получается, что многие льготные категории граждан, на них будет возложено повышенное налоговое бремя, поскольку в рамках акцизов им уже соответствующие льготы предоставить будет нельзя. Ну, второй аспект, на который, опять же, обратило внимание правительство, это то, что компенсация отмены транспортного налога за счет акцизов приведет к масштабному росту цен на большинство товаров. То есть, если и отменять транспортный налог, то его нужно отменять без какого-либо увеличения за счет акцизов, без какой-либо компенсации. Однако на это государство пойти не может. Таким образом, в любом случае, у данного законопроекта отсутствуют какие-либо шансы на принятие, но все-таки будем ждать, что когда-нибудь эта проблема будет решена. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok